здравствуйте друзья мы снова вместе сегодня у нас немножко у меня планы изменились хотел начинать как обычно с писем позвонил броски юрий васильевич и так и попросил одну просьбу вот просьба вот такая вот это сам васильевич помнит бодрым здоровым вот сейчас конечно все не так но подводит итоги своей жизни и вдруг получилось так что американские канадские его друзья наши русские так понял в данный момент американских канадские они занимаются этими же абрикосами броскова юрий васильевич и так это просто фотография срочно так как время было мало какой нашел такой вставил представляли о ком речь идет и вот мы с вами моем саду где растут косточки броскова им я должен дать им предварительную характеристику вот я растерялся плоды зеленая много непонятного тем не менее просьба выполняю два приема первое сегодня второе будет уже в моем саду когда созреет эти же плоды и можно будет сделать окончательные выводы что такое предварительные выводы значит понятно что я часто говорю что дети наше будущее правительство об этом не знает что на будущее поэтому сейчас идет планомерное уничтожение генофонда я об этом отдельно как-нибудь устрою фильм потому что уже невыносимо смотреть что творится ладно а пока о хорошем и так справа вот это вот что вы видите длинный ряд это абрикосы бродского смотрим на эти шедевры я уже предварительно уже называю их шедеврем почему давайте смотреть я характеристику даю подробно это просьба моего друга и так перед вами абрикос сы я покажу 9 фотографий нет больше полтора десятка которые были по это очень важно потому что это будущее по крайней мере половина россии предварительно смотрим что представим себе что то чего не может быть никогда вы сейчас увеличите свое уважение дальнем востоку и дальневосточным финновки генофонду и кире васильевича я его называю последний магикан последний динозавр который пережил все эпохи начинают советской вот но к сожалению до таких динозавров до сих пор красную книгу не делали тигра спасает а таких уникумов как бродский не спасает и так чтобы было не так грустно посадки косточек бродского были сделаны весной 15 года подчеркиваю загибаем пальцы шестнадцатый год им исполнился один год семнадцатом году два года восемнадцатом три и так как сейчас июнь но можно с натяжкой сказать что им три с половиной года хотя на самом деле три года ну и там три месяца мая посадки мою не до три года три месяца ну что как он вот я всегда уже давно знаком с дальневосточными генофондами и утверждаю это самая мощная великоса в мире у меня будет головная боль между ними метра полтора что мне делать дальше я уже пролежал и так построена мой разговор на чем начали крупный план то есть общий план так и они пронумерованы предварительно потом он их мосерей васильевич назовем а компотными б морозостойкими еще несколько характеристик какая-то из них прилипнет навсегда почему потому что они все разные и так вот эти по листьям смотрите по плодам вот это номер один он же крупный план обратите внимание на нем примерно вот они косточки они культурные уже видно что культурные листья культурные это будет примерно ну по моим понятиям 40 50 граммовые абрикосы больше пока не будут но я объясню почему так и меньше не будут и так номер раз посмотрели номер два вот на нем правда мало абрикос вон и они пожалуй помельче и листики чуть помельче это будет ну типа нашего жигуля российской автопрома простите меня за образное сравнение крупный план вот она ведь и вот они плодики 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 немножечко попроси дальше я подробно мне василий спросил я все все в этом номер три а ну да правильно на 3 он спрятался за номер два там совсем маленькое расстояние вот он форма уже совсем другая костик еще один вариант мы имеем да посажена была кости как никак одного сорта или сорта бросали или там формы и вот показ по кости были посажены которые василий сказал смесь то есть они из разных мест смотрим дальше вот он номер три это крупный план ну что сделать пока трудно разглядеть нечто в этой кроне есть туда это не самый густо не самый большой урожай наоборот но все таки и тем не менее он тоже плодоноситесь подчеркиваем четвертый год один из них правда прошу водонес кладов давал на 3 чувствуете четвертый год и этому четвертый год номер четыре вот он это я уже знаю что это будет манджурец это будет самый скромный из них но это меня мои наблюдения лично прошу году дал несколько плодов вот еще видите номер четыре вот вот это номер пять там плодики видите вот вот это он крупный план согласитесь тут уже небольшой урожайчик будет а можете большой трудно разглядеть кроме номер шесть вот они плоды крупный план вот ну это типа амуров ну то есть папа по размеру но уже не плебею итак номер шесть номер семь дальний план тоже жирные листья отлично и вот тут сожалению когда я фотографировал упор мне не получилось тут есть плодиков но немножко ладно вот вот этот у меня не получился сразу он не получился на нем был один плод он самый жирный то есть он видимо самый культурный вот я с него не дожидаясь плодоношения срезал десяток веток вереваться вещь это была необходимость вот почему и короче выглядит вот это верхушки все ветки побрезал и разослал вот в основном по друзьям почему потому что надо было мало ли что позади то две сорока градусной зимы заметьте друзья мы не нашли пока ни одной ветки подсохшей подмерзшей согласно нет номер 9 и на из этой вот назовем это первую очередь это последний смотрим крупный план вот еще один совершенно культурный сорт уже говорю ну будет 40 50 грамм на это уже хорошо теперь дальше на нем именно на нем вот на этом вот я сделал прививки прививки не пошли видите вроде бы умею делать а прививки еще более культурных не пошли в разговоре уже задним числом разговоре с Васильевичем выяснилось он гордо сказал следующее это очень важно фразу очень важную фразу ни капли европейской крови только дальний восток из разных мест и вот получилась такая картина мой европейцы о нем не прижился я об этом не подумал ну бывает и приживается но в данном случае не получилось ладно значит раз так получилось что не получилось намотаем на ус что европейцы трудно идут хотя потом привык обсудить нельзя дальше пошли вот это вот вы их видите вид сбоку 1 2 то есть 9 8 7 6 вот этот длинный ряд вот так он выглядит вот красавцы ничего не скажешь значит подмерзание нет ветки сухие не отрезал их не было позади 2 40 градусной зимы первый вывод морозостойкость предельная вот так вот предельная то есть это он завоевал может завоевать сибирь за счет морозостойкости но так как у нас немного посуше чем при море то грибковой болезни ему не грозят вот посмотрите я еще не всем показал вот это вот еще тоже искали из этой же коллекции но настолько густо были сходили косточки что я 5 штук отсадил раз два три 4 5 это самое где то а вот он тут слева и так 5 штук но сильно отстали в росте где-то по объемах родной раза в три в четыре уступает больше значит пересадка пересадка делает тщательнейшим образом с комом земли по возможности конечно это забор вон основной вот он торчит это есть вот этот ряд вот этот ряд а вот это вот соседу я уговорил уговорил давай посадим мне надо для лучшего пыления и надо максимально коллекцию спасти дальше еще не все вот эти два за листья необычные загадочные из той же серии но там где густо было два но выбрал два и перенес ну сейчас от номер один у меня три участка три сада вот это номер один номер два номер один перенес и несколько цветков но не завязались и теперь еще год надо ждать вот эти будут я выбрал самое на мой взгляд жирная как бы сказать самые культурные вот они еще год ждем и ждем чудо еще не все самое главное не сказал напротив у меня плодоносит но я не то слово применил мощно растет привитые на маньчжурцы так в этот самый королевский абрикос видите вот но он позади я хочу чтобы вы поняли потому что сейчас разговор еще не кончен дело в том что мне удалось достичь предельное объявить совместимости за несколько поколений вы поверите что я начинал 39 40 мертвых потом по вторая попытка это и 120 живых а потом следующая сотня 40 нет 50 живых то следующие сотни 70 а брал то из лучших на лучшие то есть из лучших этих не с первого поколения каждый раз 1 с одного дерева с первого поколения 2 с 2 на 3 потом я это назвал очень похож термин на мичуринский у него насыщение ментором мне почти тоже самое но с как бы своим путем пошел мы пойдем своим путем говорил ленин я пошел и получилась вот такая совместимость так вот и естественно вот этот мощный рост а это была посадка тоже во время покупки 2015 год весна был посажен однолетний абрикос а однолетний вот и благодаря вот этому мощному подвою то здесь манджурец вот здесь вот этот кусочек это манджурец получилось вот такое чудо специально попросил юлю попозировать тоже клянусь богом но правда однолетний посадил не нулевка как у броски однолетний ночью он как бы на год старше ну в общем еще не все сказал и почему я его фотографировал он свел весь буйно свел что мы имеем мы имеем перекрестное опыление теперь так подчеркну особенно юрий васильевич подчеркнул самое главное самое главное по его мнению значит только это первое поколение только вот эти вот абрикосы вот эти вот самые абрикосы вот это они только они должны служить основой дальнейшей селекции а рядом растут уже следующее поколение будет гибридное а это уже гибридное это уже но следующее еще будет гибриднее так скажем почему потому что воздействие супругов а супруга вон он будет скажем годом нарастать нарастать и нарастать и никуда от этого не идется вот так вот то есть вот кусочек видите вот это я показываю культурные абрикосы эти тоже культурные но эти привиты эти сеянцы все понятно вот ну и еще что я хочу сказать я обязательно должен сказать да урожай еще небольшой где-то может быть на каком-то пол ведра на каком-то 100 штук где-то 30 штук вот надеюсь больше не видно в этом в этой зеленой массе их плохо видно они все будут собраны согласно номерам номер раз номер два номер три до номер девять вот далее они будут приготовлены отдельно каждый будет иметь свою баночку и каждая должна найти своего покупателя потому что как когда я их продам пусть это будет всего несколько сотен хорошо бы чтобы их тут было что хотя бы 500 вот мы деньги по часу мы поделим оба заработали вот этот момент имейте ввиду это нечто особенное еще не все сказал ох люблю я поговорить еще не все сказал дело в том что как только они вырастут из косточек вы думаете они уже должны быть учитывая что у них эти два родителя они уже должны быть хотя бы на уровне 30-50 грамм но потом когда вы снижаете черенки по железу это называется наша песня хороша начиная сначала вы срезали черенки вы их привели и получите уже и 50 и 60 может быть и 80 грамм но там уже разброс большой это называется как карта ляжет ну вроде все сказал вроде все что это юрий васильевич как только это антон валерьевич если не слышит просьба сегодня же мне прислать эту самую ну то есть закончится вебинар а вот я попрошу у меня появились два прекрасных друга которые у нас появились которые помогут вырезать этот кусочек смонтировать отдельный фильм или манит можно прям целиком этот вебинар и высылать вашим канадским американским друзьям знаете что те делают а просто библи это полукилометре от линии прибоя от океана прям по горам просаживать их вот вот это я вам скажу да вот это я вам скажу да нам это только пока снится только один человек собирался горы наши сибирские как бы облагородить с помощью абрикосов у нас они только на дальнем востоке растут а в латайских горах и советских их нету и в райских горах они не растут обидно да и получается что эту благородную работу выполнять некому так ну что с этим все переходим в следующей теме сейчас готов чаю я долго готовился не знаю что у меня получилось но сказал вроде все что думал самое больше меня поразило невероятно морозостойкость абрикосов дальневосточных да и до этого знал они же меня слава богу уже 35 лет вот а еще и то что это сам бродский подтвердил свое как бы сказать звание биолога селекционера то что он прислал этот рассказать очередной шедевр скажем так назовем а а а а а а